На сегодняшний день в Юргинском военном гарнизоне проходят службы более тысячи солдат-срочников. Под командованием опытных офицеров они обладевают военными специальностями – мотострелка, артиллериста, зенитчика. 69-я годовщина образования бригады для офицеров, сержантов и солдат Юргинского гарнизона стала двойным праздником. Подразделение получило Георгиевское знамя нового образца. Вот сегодня вам дали новую реликвию, которую вы должны защищать, которой должны гордиться, с честью нести его впереди всей бригады, добиваться успехов в боевой подготовке, в вопросах боевой готовности и, конечно же, в вопросах воинской дисциплины. Сегодня в Юргинской мотострелковой бригаде служат 15 ленинскузнецких парней. Начальник отдела военного комиссариата города Геннадий Фефилов и заместитель главы города по социальным вопросам Елена Сидоренко поздравили ребят с днем рождения части и за хорошие результаты в период прохождения службы вручили каждому военнослужащему денежные премии в размере 2000 рублей и вкусные продуктовые наборы. Это очень приятно, прям приехать в часть и повидать наших земляков, ребят, которые проходят, и тем более наградить их, что они их всегда помнят, у себя на родине, дома, и не только мама с папой, но и администрация. Мы их всех ждем назад домой, живыми, здоровыми, и чтобы они хорошо отслужили и приехали назад. За 10 месяцев солдатской жизни Илья Ситкин многому научился. Одеваться за 45 секунд, пока горит спичка, умело обращаться с оружием, принимать настоящие серьезные мужские решения. Мама солдата со слезами на глазах ищет среди ровного строя военных своего сына. Говорит, время пролетело незаметно, ждать осталось совсем недолго. Уже через два месяца Илья вернется в родной город, к своей семье и друзьям. Первое время было очень тяжело, конечно, и слезы были, особенно первый день, это было вообще что-то уму непостижимое, конечно, что сын ушел из дома, как долго отдать родине, но все равно это очень тяжело. Тяжело, ну что теперь? Надо через это пройти. Гордится братом и его младшая сестра. Я рада за него, что он вообще выдержал всю эту службу, вроде и непростую. Конечно, он молодец. Девчонки завидуют, что у него такой брат такой. Девчонки, да, что у меня такой брат молодец, что он тоже его. Кому-то из мальчишек осталось служить два месяца, кому-то полгода. Но даже при условии, что большинство из них не останется служить по контракту, военный опыт, полученный в Юргинской мотострелковой бригаде, пригодится каждому и в гражданской жизни. Редактор субтитров А.Семкин